Еще раз очень коротко мы говорим о том, что эта женщина, Рахал, отличавшаяся невероятной способностью влиять на мужчин, приняла у себя двух разведчиков Талевы и Пинкаса, которых зачем-то послал Яшуа. Мы с вами говорили, что в отличие от разведчиков, которых 40 лет назад посылал Мушар-Абейну, на самом деле Мушар-Абейну посылал, это они сами вызвались туда идти. То, что посылал Яшуа, отличался сильно от посланничества разведчиков. Мы объяснили, каким образом, что, во-первых, не 12 человек, а всего 2 человека, 2 человека, эти были суперпроверенные, Яшуа это делал тихо, там все было громко, и Яшуа это делал исключительно из тактических соображений, посмотреть, как удобнее захватывать город Ерехон, и поэтому он их посылал не в святую землю вообще, а только в Ерехон. Было очень много отличий от тех предыдущих разведчиков, которые ходили 40 лет назад. Объяснили мы, почему вдруг они пошли в дом такой известнейшей женщины, которая, как мы им сказали, почему-то я не знаю, собирался сказать, ей было 10 лет, когда Ерех вышли с этим, то есть с 10 лет, с возраста 10 лет она начала заниматься этим ремеслом. То есть она очень быстро была такая созревшая девушка, и сначала, видимо, с определенной калитурой, а потом уже все более расширяя калитру, она превратилась не просто в женщину-вергого поведения, в трудницу, она превратилась в женщину, револирующую политическую ситуацию в регионе, потому что только самый вид персоны, самого высокого звания люди приходили к ней и верили право к ней зайти. Еще очень важную вещь мне сказали, мы говорили о том, что она жила в стене города. Для чего это делалось? Для того, чтобы очень высокопоставные люди, которые должны были к ней попасть, они не попадали к ней на глазах у всей потрясенной публики, чтобы можно было сделать вид, что ты просто уезжаешь из города, и когда за тобой закрываются первые ворота, ты неожиданно сворачиваешь, допустим, в дверь в стене. Или даже лучше, ты выезжаешь вообще из города, за тобой закрываются вторые ворота, а ты поднимаешься по веревочной лестнице в окно, которое в этой же стене находится. И по этой веревочной лестнице лазили министры и цари, понимаете? Только чтобы, так сказать, на глазах у народа не ходить к женщине легкого поведения. Там они оставляли все свои государственные секреты, там они с ней все выделились. Это была женщина абсолютно стопроцентно, беспроигрышно влиявшая на мужчин, как мы говорили. То есть достаточно было произнести, как говорит Талмут, ее имя один-два раза для того, чтобы какие-то совершенно поразительные последствия начинали происходить с любимым мужчиной, который ее вообще когда-либо знал. То есть это вот такая вот женщина. Она оказывается, как объясняет один из замечательных комментариев, вот у меня книжка, у меня ОБС. Эта книжка на самом деле очень интересная по своей судьбе, потому что автор ее, во-первых, он написал не на юридическом языке, а Роберто Яков Кули написал, один из великих сифарских знатоков Тор, он написал его по-турецки, мне кажется, если я ошибаюсь. Если меня старший товарищ поправит потом. Так вот в этой книжке он собрал простые, как ему казалось, комментарии, как всему тонару, и Тору, и все он прокомментировал для простых сифардов. То, что он писал 150 лет назад для простых сифардов, сегодня для всяких непростых сифардов Ларяшкина, это замечательный подход. Потому что это огромный объем, и в частности он говорит, что с самого начала практически всех вот этих вот странских евреев по пустыне, эта женщина, которая, тем не менее, продолжала заниматься тем, чем она занималась, продолжала зарабатывать. Она, вроде бы, была проеврейский настрой, потому что слухи ходили. И она, был очень умной женщиной, предпочла заинтересоваться еврейской культурой сразу, и как-то подумать о евреях сразу, о том, как каким-то образом втереться в еврейский народ, а не ждать, пока евреи сюда придут, и все, значит, разрушат, сожгут, и всех любят. У них была традиция, мы с вами говорили, у канавских жителей святой земли, что евреи придут и будут захватывать землю. То есть потомки шер, сениты вернутся в святую землю, которая когда-то была им обещана, и всех из этой святой земли выгонят и перебивают. Только она сразу решила заинтересоваться этим, значит, еврейским образом жизни, и, как объясняет Исеробья Капкурия, она, в общем, была настроена все это время, пока евреи ходили по пустыню, именно на то, чтобы когда-нибудь, значит, когда начнется захват, сдастся на него из победителя буквально первый, и спасти себя вместе со своей семьей. Что она, собственно, и сделала очень благополучно, когда эти два разведчика появились. Еще один момент, вот что я говорю, что мы не сказали, хотя дом у нее был в стене, но это все-все-таки происходило под некоторым прикрытием, надо так понимать. То есть не то, что прямо вот в стене живет выдающаяся, самая главная и известная блудница в регионе, и вот у нее, значит, прямо на доме написано, блудница захотела. То есть, естественно, это было некрасиво, неинтеллигентно, и так не сделали. А сделали что? Что у нее как бы была вывеска, что она торгует всякими деликатесами. Всякими очень великими, замечательными видами. По совместилирусу. А? По совместилирусу. Вот. По-нарую. Да, то есть, как будто, вот такая была маскировочка. На самом деле, значит, это игра слова по еврейски, потому что слово зона, зона, женщина в его поведении. Оно же, как бы, близкое вот это слово, да, мазон, да, мазон, профитат. Вот этот корень зон, фактически, ну, тот же корень, да, близно, да, это блудить. А лазун, очень похожее слово, это питать, да, биркат ама-зон. Совершенно не в том смысле, что, не дай бог, за что мы молимся. В смысле пропитание. Слово означает просто еда, да, а не это самое. Поэтому, значит, у нее была такая вывеска, продаем мазон, продаем, вроде бы, еду, как бы. Поэтому еще эти умники, коллега Пельхаса, они, значит, замаскировались под торговцев горшка. Потому что они подумали, вот, под кого бы еще замаскироваться, чтобы, вот, вроде бы, они едут, женщины, которые маскируются под торговку, как бы. Вот, а они будут маскироваться, да, тоже под торговцев. Понятно, что это? Трава, не сидели даже. А? У них не было женщин, ничего не ехать в проституции. А, с Вишопом, они, в этом-то все было дело, что они, в этом-то, шли за государственными секретами. Они шли за тем, чтобы понять настроение высших правительственных чиновников. А где это узнать? То есть, это, она была тем человеком, который знала про этих замечательных людей, все. Потому что они постоянно были, еще постоянно, друг за другом следили. Сколько раз, кто в ней пошел, то есть, ее влияние на людей, вот, такое совершенно безграничное. И поэтому, вот, как такой первый статсдат государства, и вообще всего регионов, можно сказать, о ней в ней, и зашли. В нее совершенно, естественно, не, и она это не интересовала, как женщина в этом отношении, потому что, понятно, что это были очень правильные, великие люди, но Рамьяков Кули, здесь вот, вот, в Мяуэльс, он задает вопрос. Такой вопрос, несколько неожиданный по поводу Калевы и Пинхаса, потому что мы что объясним? Что они пришли, они на нее на то, что смотрят, естественно, потому что правильно, и на женщине смотрят, с очень важением больших с ней разговаривать, что вообще свои поведения полностью перевернули ее представление о том, что такое вообще мужчины, потому что любой мужчина, он терял полностью самообладание в момент, когда только она, значит, улыбалась или там награждала своим взглядом, а эти вообще как бетонные какие-то, как сделанные совершенно не из человеческого мяса, то есть, вот, совершенно не реагировали, очень пикантно, очень вежливо с ней так общались, все, вы спрашивали ее, что-то, так, Рамьяков спрашивали, а как они сами, ну, пусть они правильные, но как они сами взяли на себя такую миссию пойти к такой женщине и не испугались дурного начала? Ну, допустим, да, конечно, люди такого уровня правильности, они, конечно, ни перед какой грудницей, хоть не спасают, это вроде бы да, но ты, никакой человек не должен ставить себя в состояние испытания опасности. Более того, мы с вами знаем, что есть теоретики, ну, это известное место в том деле, сейчас мы не будем в его вору глубоко заходить, но это известное место, где Сатан один-два раза принимал обличие женщины для того, чтобы доказать мудрецам того, что против него, против Сатана невозможно сопротивляться. Может быть, это такая женщина, которая приближается действительно по своим качествам, по способностям воздействия на людей, приближается к этому уровню, потому что если, когда Сатан само зло принимает, там, мучая женщина, тогда никакой великий праведник не в состоянии сопротивляться, потому что Сатан ангел просто сильнее, энергетически сильнее, чем любой человек. и поедет. Вдруг так. Мало ли что с ним могло случиться. Как они на себя так положили? Так вот, он пишет очень важное. Так что, поскольку они были в состоянии страшной смертельной опасности, и они это осознавали. И ситуация мгновенно доказала, что они правы, когда за ними пришли буквально через несколько минут после их появления. То есть, столько времени, сколько нужно было людям, которые постоянно наблюдали за другом этой важнейшей особой приемлемой. Дойти до царя, получить от него немедленный приказ взять живую. Вот столько времени, ну сколько нужно было вот это, а тут же за ним пришли. Целая группа товарищей. И она должна была их прятать, и она должна была рассказывать этой группе товарищей, что они туда были, не отрицали, а саморекунировались, ушли. Значит, вот идите туда, хватайте их там, а не только что выехали за ворота города, и те побежали их искать за воротами города. Причем очень интересно, что в принципе любой человек, который послал в вышестоящие станции для того, чтобы найти шпионов, шпионов, и говорят, что шпионы находятся в таком-то веке. Он приходит и начинает хотя бы опуск произойти, но хотя бы опуск. Ну, в опуск с Пинхасом я обсудили, Пинхас, один из двух посланников, учитывая, что написано, что Пинхас и Пророк Ильянов, это одно и то же лицо фактически, а это ангел больше, чем человек фактически, да, и что Пинхас, он просто встал у нее за спиной, когда она открыла дверь этим посланникам царя, этим товарищам штатам, и стоял, а они смотрели ком-то, его просто не видели. Он фокусом показывал, что есть будет, что они не общеные, меня не надо прятать. Ну, неважно, хорошо, фокусом показывал, но коллега, ну, все-таки человек, она его запаковала, подняла его на крышу, накрыла, набросала на него лед. Еще тоже ревьяна пули здесь, удивительная вещь, потому что я никогда не видел, на самом деле, я сейчас совершенно случайно это у него обнаружил, что оказывается, в старые времена лед, вообще этот материал, считался защищающим от колдовства. Простой, очень хороший, положительный материал, который защищает от колдовства. Для чего она его, этот лед, на всякий случай, вдруг какой-нибудь чернокнижник с ними придет и будет нюхать. Есть тут человеческий дух или нет? То есть, есть тут какой-то, действительно, человек, пряжет кого-то или нет? Так, чтобы колдовство не распространялось, она решила, то есть, со всех сторон, страховаться, так они могли спокойно зайти, хотя бы устроить минимальную, споняться на крышу, хотя бы поворачить там. Есть такое-то же, в ничего. Почему, как мы говорили, потому что их никто не имел права даже увидеть из простых. Были какие-то обыкновенные офицеры, средние. И вдруг такой, такой женщине, и она открывает дверь, иначе две минуты с ними поговорила. Это было на всю жизнь воспоминание, после того, что такая женщина вообще открыла дверь и поговорила, я самой так, если бы после этого всех этих офицеров не переубивали через несколько дней буквально в войне, они бы еще глупо в своих успехах и сказали, что с такой женщиной имели счастье перемога средств, и писать. Поэтому, конечно, когда она царственным жестом указала на ворот, надо идти вот там отыскать, ни о ком области, ни о ком вообще нарушении границы той женщины, которой восхищаются все царь и министры, и которые никак не могут поделить, речи ей не могло, взяли под козырем, ушли туда, куда она сказала. Эта женщина была могла послать его мужчину на любой подвиг, и он сразу. Это вот так было организовано у нее в жизни. Хорошо. После этого состоялся разговор очень серьезный, очень длительный, в результате которого она и под воздействием обстоятельств, и по зову сердца сложно сказать совершила раскаяние перед дворцом, хотя мы с вами говорим, что это между нами с точки зрения нееврейских законов, незамужняя женщина, которая занимается таким делом, это нравственно, уродливо, безобразно, очень нехорошо и неправильно с точки зрения нашего закона, но поскольку она не заболевает, она никакого нарушения закона семизапога и демои не совершала, хотя бы все очень красиво и плохо, с точки зрения морали, это оберзитель, разрушительное для общества и так далее, и тому подобное, но никакого нарушения закона в смысле разврата здесь для неевреев нет, евреям это все естественно запрещает, но в чем сильно каяться ей не нужно, она каялась исключительно с этической стороны, с моральной, действительно, своим поведением она не способствовала моральному имущества и вот теперь, когда она выгружала коллегу в этот же опор, в который к ней залезали и собственно в резаке все эти гости, она значит вот сильно переживала и красиво Бога, чтобы то, что она спасла эти двухцадиков и значит сейчас выгружает на свободу, это было и засчиталось против всего того, что она загружала в это окно и выгружала до того, чтобы как-то вот это ее героический поступок ей как-то засчиталось. Вообще, вы знаете, когда такого рода женщина она еще при этом является сильно богобоязненной и мистически настроенной, это вообще беда, то есть из нее постоянно скачет мозг с одной стороны в другую, она очень быстро перестроилась, очень быстро перестроилась, но во всяком случае мы еще понимаем, что жизнь ее заставила это сделать, вот-вот должны были прийти еврейские войска и перебивать всех. Она, значит, у коллега Пинхаса выпросила, чтобы вся семья, находясь в этом самом ее замечательном приюте в ритоне, она была спасена во время атаки. когда она будет брать город его, вся семья будет у нее находиться в квартире и будет спасена. Причем на это же самое знаменитое окно она должна была повесить специальную красную ниточку, чтобы дать знак о торгующей стороне, что вот это место святое, сюда заходить не надо, здесь резок забивать никого нельзя, они прошли и занимались чем-то другим, атаковали других людей. А стена точно, она же не упала. А, замечательный вопрос. Мы обязательно до этого вели. В тот момент, когда она упала, она практически вошла в силу, если она в силу, колоссальная стена ее может. Мы будем говорить, как это произошло. Фантастический эффект, физический эффект, который был использован, как резонанс. Ведь это все вышло. Так как кого надо было там уже спасать? Если это все просто-напросто разрушилось и прошло сквозь. Мы обязательно к этому моменту придем и поймем, все совсем не так было, как кажется, с тем взглядом. Текст прям вся стена сверху должен залучиться в землю и больше там уже никого искать не было возможно. Это было немножко не так мы будем подробно обзорить. это происходит. Возвращается разрешение и вот что я хочу рисовать. Это план повредить. А что все-таки они у нее вывезли? Ой, они у нее вывезли. Мы в прошлый раз говорили, сейчас повторю быстренько, что моральный дух у этих самых руководителей и даже у самого царя совершенно никакого. Что люди понимают, что их часы сочтены. Если они при этом еще более-менее умными и скажем так менее послушными, эти люди бы давно уже из Ереха сбежали, взяли свои пожитки и спокойно уехали. Как поступили многие дикаристы в этой земле, которые просто собрались и уехали и прекрасно жили в соседних странах. Потому что в соседних странах там никого не надо убивать, никакой мидзи нет уничтожать этих дикарей. Только если они зубами попадались на святую землю, их нужно было уничтожать. И они были предупреждены, и он много народа собрал вещи в Ерехах. А эти они понимали, что их будут бить. Но под воздействием царя и его приспешников они вроде бы остались для того, чтобы принять бой, надеясь на то, что все-таки удастся защититься от евреев, и что катастрофа никакой не произойдет. Но вот это состояние народа, прежде всего моральное состояние, абсолютно ужасное, гнетущее настроение, как во власти, так и среди простых людей, это то, что они узнали о том. Значит, что происходит? Как они? Как маларитянскую царицу, так сказать, прикончил, а здесь девушку даже, так сказать, испарили. И не убил. Да, почему? Потому что она... Не пошел к ней, или вообще-то его тоже надо было за такие вещи. Они были два кошельных человека в черте города. Они не нарушают запрет уединяться с ней. Да, и, кстати говоря, мы эту мысль не договорили, почему они положились действительно на то, что они могут справиться со всеми своими дурными началами, рядом с такой потрясающей невероятной женщиной, а потому что вот они были в состоянии опасности. Оказывается, в состоянии смертельной опасности, написанной в разных местах, вспомнил хотя бы одно, в состоянии смертельной опасности у человека вот эти дурные начала, они работают гораздо слабее, потому что страх смерти перекрывает вот это вот желание по разным. То есть, когда ты реально находишься одной ногой в могиле, тебе недоразличие. ничего подойдет. Ну, я все равно абсолютно гарантирую. Если вы поместите мужчину и женщину в карту, и скажешь, что их убьют наутро, наутро, ну так, ну так, это понятное движение. Тоже самое в падающем самолете, то же самое в месте. Это понятно, что ли? И успевать в падающем самолете? Это правильное. Это когда застрявший лифт, это еще страшнее. Это еще страшнее. Мы совершенно не об этом. Поставьте глоток и мы сейчас говорим о том, что человек обязан исполнить какую-то месть. Он должен вернуться. И на ним бесит меч. То есть мол, прийти схватить и это самое. И если он сейчас расслабится, его уже точно возьмут голыми руками. А так, когда он следит за ситуацией, когда он собран, обращает внимание на любой шорох, на любое движение заднего, в состоянии страха, он совершенно не о другом. Вот на это они положатся. Беже прочим, это известнейший момент. что, садики тоже поймете чего-то? Смотрите. Когда мы в квартире действительности. Безусловно, и это больно, это правильно, когда ты находишься в мокром шейхоизыка, так называемое, место, где опасность бывает. Сидите, не бояться, думать, что ничего не будет, ничего не случится. Конечно, есть люди, которые по своей неправильности, они чувствуют, что всевышний никуда идут. Но вот это состояние обязанности исполнить миссию, оно кожественно добавляет определенного страха, что ты из-за какого-то момента своей недостаточно правильности можешь быть защищенным в такой момент. Вместе в тему, что правильно спасти, но они все боятся. Почему шамигомахет уже вдруг он недостаточно правильный. Вдруг он что-то не то сделал. Вчера сегодня. Вдруг он где-то оступился. Теперь защитой смех не так. То есть я боялся, он боялся постоянно, он не так сделал. Из-за этого встречался с Сейсалом. Страх был с перегрис на время этой заведите встречи. самое боялся что не то сделать. Слуги где-то кончились и что не хватит для того, чтобы защититься от брата. Все это известный вещь. Так я к чему борюсь. Есть например в том, где говорится о том, что женщина подозреваемая в сибульской некрасностью приводится в храм. И там делают целую процедуру. деталь, одна из деталей этой процедуры что она должна приносить жертву. называемую мучную жертву. Минху. И вот эта жертва она приносит. Есть элемент во время жертвоприношения называется кнуфа. То есть нужно взять эту жертву и сделать несколько движений в разные стороны. Мистическое движение, элемент жертвоприношения. так вот написано в Талмуде там описано что коня который должен принимать вот этот случай он берет ее подручку вот эту девушку что принимает и подозревает в измене муки а у нее в руке это жертвы это они вместе вот так вот делают движение спрашивается а как это прикасаться да еще женщине которые может быть вот этот же веселым характером как это что это так объясняет как это Ярушавин Ярушавин на эту тему объясняется в Иерусалевском Талмуде что в этот момент это было совершенно разрешено потому что все понимали что сейчас будет у народа вообще не было никакого настроения хихихаха приятной женская ручка она сейчас умрет это же скорее всего причем умрет она в присутствии народа такой смерти что даже самые крепкие мужчины наблюдая вот это вот как-нибудь раздувало и что с ним повелось они обычно потом долго не могли приступить к приему пищи страшная вещь убивает человека и вот в этой обстановке шуткой напряженной обстановке страха в том числе страха за то, что сейчас у тебя прямо вот здесь на глаза произойдет такое смертоубийство она сейчас выпьет это пойло и все и конец вот из-за этого разрешение потому что окажется яцекор вот это дурное начало в такой жуткой обстановке оно плохо работает начинает давать славу сбору это не означает что начало работало похуже должен постоянно загонять себя в супер в состояние страха это не правильно вот нужно попытаться справляться со своими дурными началами даже в нормальном состоянии только в состоянии когда тебя трясет и ты уже в состоянии не о чем думать надо все равно на свою руку но после того пока не вернулись начинается подготовка к переходу и то что я хотел рисовать когда это происходит давайте очень коротко вспомним чтобы более-менее поймем умирает когда это зай адап да седьмое адап так седьмое адап это смерть мушар 30 дней второго которые прошли в рейском народе со всеми последствиями это получается седьмое число весеннего месяца нисана три дня которые сейчас объявляют рейскому народу на подготовку яшуа перед переходом это получается ют седьмое нисан 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 так и теперь получается ют десятое нисан десятое число месяца нисан это тот самый день когда первая еврейская нога ступила на территорию святой земли нам естественно предстоит узнать здесь несколько тонков первая тонкость заключается в том что мы с вами проградили подсчет что разведчики пошли раньше чем седьмое нисан пока разведчики там были врага потом они вылезли они хоронились там еще несколько дней пока их там искали бегали эти полицейские потом только пришли то есть они пошли на разведку раньше чем закончился травм по москрату поэтому еще очевидно и ашот сделал это исключительно тайно послал разведчиков потому что вообще чем-то заниматься пока не оплакали до конца такого величайшего из великих это сомнительный момент и ашот мог получить большую критику со стороны старейшего еврейского народа поэтому тихо-тихо позвал всех калеву и пинхас и отправил их на разведку потому что понимал что разведка может затянуться немножко и знал видимо видимо он это точно и хорошо знал из-за этого он раньше послал разведчик что десяток это тот самый день когда надо оказаться на святой земле когда я одному естественно вторая заключается в том что это за день я напоминаю вам что первый раз когда вода раступилась перед евреем это был тоже месяц нисан но другой если вы помните это было 22 число месяца нисана 22 число я напишу 22 нисан когда растечение красного моля было произведено вопроса почему не подгадали 22 число почему уже раз один раз вода разошла почему не здесь вопроса потому потому что торопиться было совершенно некуда на самом деле но с другой стороны и затягивали нельзя потому что тридцать дней прошло три дня на подготовку когда там сюда и куда их кинуть но день конечно то что все так сошлось что еврейский народ оказался на святой земле именно в этот день календаря это очень важно и вы знаете что в этот день начались дни подготовки к пасхальному вертоприношению в Египте это были последние дни когда произошло так называемое чудо великой субботы именно в этот день 10 это случилось 10 40 лет до этого 10 это был день когда взяли барана привязали его жерел несколько дней окармливали его и египтянам нагло сообщали что вот это животное которое одно из ваших божеств мимо зарежности и я ничего не то есть вот это димаш против египетской идеологии который называется чудом почему потому что египтя никак не могли реагировать никто нет ни одного резьба погрома даже даже по ни одного не съездить димаш против египетской дел это 10 человек называют шаббат ободоль великой субботой поэтому она великой последняя суббота замечательно что переход иордана опять попадает на этот день когда фактически исход из египта начался тогда когда еврейский народ осознал себя смелым и отдельным от своих предпочтений вот этот момент он оказался может быть самым решаемым когда евреям нужно было выбрать где он и с кем он как мы с вами знаем до последнего момента евреев дома стояли египетские идолы перед исходом и нужно было буквально вот оттаскивать за уши от этих египетских идолов и затаскивать в иудаизм и это было сделано вот именно в этот день когда произошел вот этот вот сдвиг сознания прежде всего и было объявлено что египетское долопоклонство в котором мы существовали и которым к сожалению многие из нас занимались это чуждые идеологии мы это зарежь и сидим вместо того чтобы к этому относиться с неким благоговением и понятно что этот день он имел очень важную особых сил для того чтобы помочь прийти как все организован удивительную вещь объясняет Медраж по поводу этого перехода нам конечно нужно будет хорошо понять в чем разница между этими чудесами почему везде на всех углах трубят рассечений Красного моря потому что разошлось море и лесенов а здесь что но некоторые думают что Иордан он маленький поэтому то что его рассекли и то что пошли по посту ну что там Иордан мы же не знаем какой он Иордан он очень узкий и даже там внизу рядом с Мертвым он тоже это не Днепр да середина которого ведет редкая птица это небольшая речка поэтому красное море а это что так канава ничего страшного не особо никакое особое чудо на самом деле это потому что объясняет это ясно видный смысл что ширина Иордана тогда в низовье недалеко от моря где они приходили напротив Ерикона была очень большая он тогда был гораздо шире чем нынче то есть может быть он и не был как в Небраде Волгон это была очень широкая река дело совершенно не в том что еврейский народ переходил через какую-то канавку они перепрыгали с Диордан и в общем никаких проблем это была действительно великая процедура но почему-то рассечение Красного моря это великое чудо которое знает все а рассечение агар это какой-то момент который так сказать в конце концов потрясающая вещь о которой я говорю это как был организован то есть кто за кем шел дворец обратился к Диошу и сказал ему что ты должен поставить впереди аром ты должен поставить впереди ковчег это был очень особенный совершенно отличающийся от всех переходов к пустыне переходов во первых потому что ковчег действительно не лимитр это был отличающий случай случаев этих три или четыре сейчас мы с вами напомним в этих случаях когда ковчег если оины сами оины носили было чтобы носить обычно потому что там куча всяких вещей которые носили на себе глаза дома священник еврейского народа дети то есть они не ходили но здесь левиты были отстранены те левиты семья родственники Моше которые должны были нести на себе ковчег они не несли но не слепое когда еще а еще такое было оказывается всего последний раз это было тогда когда ковчег заносили в святую святую храм построенный царем слава туда оказывается его заносили нелевитые народы и этот случай объясняет Рада почему-то не считается то есть среди тех случаев которые причисляются к оины носили ковчег этот случай когда его заносили в святую святую почему-то не фигурит видимо говорит Рада потому что они его занесли туда и больше никто его не носил после этого и это вот четвертая последовательность между этим первым они были еще первые это буквально через несколько дней когда ковчег вокруг Ерихона вы знаете вся эта история с трубами будем это все разбирать когда ходили вокруг Ерихона носили ковчег это носили кое на Неливиде и наконец когда ковчег возвращался домой он попал в плен холестинцев и потом возвращался домой ковчег так его тоже заносили домой обратно к Селедавиду в Сион кое как связаны эти случаи почему именно в эти моменты все выделяется первые три дойти до Иордана обойти Ерихона и вернуть от Палестинцев почему вот эти три случая когда появились как эти три случая связаны мы сразу увидимся что все эти три элемента касаются войны с врагом то есть форсирование Иордана фактически это начало объявлений войны начало вокруг Кирикона ходили и это фактически первый город который закончился и наконец когда ковчег попал в плен врагам врагов возвращали это был третий момент когда тоже значит чуждые какие-то влияния скажем так были связаны с тем что происходит в еврейском народе и то что происходит рядом с ковчегом так или иначе здесь есть странная фраза во первых написано что расстояние между ковчегом который идет в передии еврейский народ не больше но ковчег должен идти в риг ну знаете организован был следующим образом как только коим с ковчегом ступили в иордан буквально их ноги погрузились в воду вот тут произошло и адам расступился он расступился совершенно не так красным чудо было совершенно и сразу хочу сказать об этой технологии потому что потом возвращаться пытаться понять что происходит красное море написано вода справа и слева как стена реально стена мы говорили как что там некий смерч который начался с одного моря как сняет клеем потом разорвалась поверхность воды все но так или иначе образовалась воронка внутри с рекой была совершенно другая история говорит прямо книга или я же прямо написано что не нужно выучивать без того вода ничего все что далеко вверх по течению вверх произошел коллапс какой вода оторвалась какая часть воды оторвалась и остальное застыло то есть вот та часть которая течет сверху она застыла а та часть которая потекла дальше она не потекла и утекла вся и в тот момент когда здесь напротив Ериконов коины вступили в воду что произошло не только расступился я там просто та вода которая стекала сверху она утекла дальше и они оказались перепустим русскому то есть вот там трезвый остановили здесь все это протекло то есть почему технология была совсем другой то есть вместо того чтобы показать фокус действительно реальный фокус вот заходит коины гордан бах две стороны просто вода вся утекла отхлынут волны на грех печаль знаешь что просто вытекла вода что не произвело впечатление чуглого я воду и органы растут какой чуглый просто что-то случилось там вверхове в том случае кто-то вот даму построил или знаешь отсюда же не видно что там происходит посягнут по капельу я просто захожу в воду оказывается что все мельче 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 все тепло чуглый чуглый почему-то было замаскировано поднимая вполне природное состояние природный мир не было полу не было ни той яркости которая была в момент исхода простым шагом простой смысл этого мы к этому конечно же вернемся это сразу на других сторон но простой смысл очень известен и очевиден что в момент перехода Красного моря находились не на территории Святой Звезды и поэтому любое чудо любое сверхъестественное явление которое происходит на территории Святой Звезды это действительно потрясающий что не в эроте сруи не на территории Святой Звезды происходит какие-то сверхъестественные явления поэтому здесь так ярко так неожиданно так красочно так очевидно чудес и дальше происходят чудеса еврейский народ эти чудеса вообще на территории Святой Звезды это совершенно обычный обыкновенный сверхъестественных явлений на территории Святой Звезды нет ничего товарищи которые там бывают и попадали во всякие удивительные состояния ситуации это абсолютно нормально все что там творится какие-то люди же лучше у нас происходит как это все организован то есть то что Иордан выступает не надо показывать как чудо надо наоборот показывать как совершенно нормальное мудничное явление чтобы потом все чудеса которые там происходят с этого момента с этого момента когда ты переходишь реку в коржи чтобы они тебе не казались чем-то чтобы для тебя любое чудо любое особенное удивительное сверхъестественное меньше для тебя чтобы оно совершенно было мудничным и нормально привык не к чудесам то есть как люди которые допустим столоварь с долгие годы какой-нибудь практического кавалиста сифарского вроде баба салия для них это не топус а для них абсолютно то есть люди абсолютно привыкли к тому что происходит все время что-то такое что в обычной нормальной здоровой природы и рамки не увещали а сегодняшний день ну сейчас не знаю у кого это происходит но то что я знаю от вполне нормальных еще живых свидетель это то что происходило с родиной с родиной с отцами баба сали вот и то что происходило с там происходили явления удивительные совершенно ненормальные и люди главные которые при этом присутствуют близкие там ученики они совершенно к этому привыкли то есть для них вот эти фокусы не так как для близких человек который приходил там первый раз и с ним что там такое он конечно весь впечатление ну например любимый фокус с водкой у них же специализированная водка ара называется восточная замечательная очень крепкая вкусная вот и значит они на свадьбах больших ходят развивать то есть равин дают браху таким вот способом ходят и вот значит наливают тарак и все пьют и вот таким образом прям наполняется благословением и много на многих свадьбах то есть наблюдали этот фокус с бабой Сари который делал следующий он брал бутылку тарак оборачивая ее полотенцем очень осторожно ничего не было и начинал разливать и разливал то есть практически ну там все двести человек это один из его любимых излюбленных фокус все спрашивают а зачем он заворачивал ее какой смысл заворачивать какой-то из его учеников в какой-то момент пересет ну хочется смотреть интереснее гораздо когда и ходили и все ходили за этой бутылкой это такой аттракцион цирковой ну да мы сейчас скажем что у него было подключено отсюда значит у него там был баллон огромный сзади а вот отсюда подключено бутылки да то есть фокус такой настоящий цирковой такая была без него человек то что мы сейчас говорим вот этот завернутый в полотенце бутылка и ордан который на самом деле совершенно не раступается а просто вода это явление одного порядка чем лучше ты можешь скрыть вот это сверхъестественное явление чем ты меньше людям в глаза кричишь мистикой и аномальщик тем лучше то есть все должно быть так вот не на что выглядеть так странно потому что ну действительно ну когда это не овернутая бутылка и вот есть уровень уровень араха с этой бутылкой он идет налив и тот же самый уровень остался это же можно с ума сойти поэтому неоднократно это наблюдалось в советских буфетах о о реакция напоминает одно известное литературное произведение когда рассказывает о чудесах а некий скептик реагирует вы понимаете что я имею да так вот как раз об этом мы говорим что нормальность этих сверхъестественных явлений или например то что люди которые сидели за его столом он постоянно им отвечал на их вопросы до того как они их задали это не только это надо сказать надо отдать должное нашим великим раввинам что отвечать на вопрос до того как он задан могут и могли очень многие велики то есть когда человек сидит за столом идет такой-то какой-то буро а ну это вреди мой вреди тоже очень сильно отличался этим делом рогустом то есть мы рассказал что например когда не будет сложен там не стилу и а а а это то есть это не соответствует таком-то месту то есть таком-то трактате там нет это это место еще 5 минут то есть вот такие но это у то буддистов это еще можно понять понимать как идет понимает что в голове какого ученика выбрать но вот эти вот моменты с хаббалистами это очень смешная такая ситуация когда он действительно сидит за столом и толпа людей вот вот он просто начинает отвечать на вопросы до того как эти вопросы поступят я знаю что у многих из них сначала это вызывало прям очень нервное состояние то есть прям я сам испытал на себе однажды когда впервые впервые встретился с настоящим таким мистика профессионал который ничего не знаю точно определил какую-то одну заповедь которые я часто делал тогда не получался у меня полностью ну свернул счет номера 50 дней посчитать до живота очень часто бывало так что в какой-то тяжелейшем состоянии приходилось работы забывал пропускал один день а там нельзя пропустить один день он вообще не мог ничего об этом сказать ни от кого я никому этого никогда не рассказывал что еще не хватало чтобы я рассказывал что я ошибки какие-то там делал было много вот я просто вы пытает этот урок провел все я как зомбированный 1 2 3 4 5 где-то 50 то есть всего уже но тогда это был просто удар он рассказывает про эту заповедь упомянул ее просто среди прочих в своих уроке по каббалит такой скромный очень не очень сложный очень интересный мастичный такой урок спроси что ты яблоки раздаешь но собой не тратился замечательная и вот начинает резать и каждому присутствующих отдает и вот яблоки про эти про три цвета которые яблоки и про три качества и пошел и в том числе говорит что вот эти вот 50 дней их надо обязательно посчитать с начала до конца я сейчас скажу такую вещь чтобы только наш уважаемый я его перевалю чтобы наш уважаемый такой-то чтобы он не сильно горчился на эту тему он говорит проверитель я совершенно не обязан поливать он говорит точно чтобы только он не испугался но один день когда мы пропущены рааааа и у меня было очень неприятное состояние очень неприятное потому что я мы выехали два пацана я вот пришел в номер и мне вот rone впечатли, что меня просто снимает, то есть, очень неудобно, то есть, как будто тебя снимают на карту, вы видите, вот, тебя абсолютно видно везде, на тебя смотрят, старший брат, очень неприятное ощущение, но потом привыкся, потому что нельзя эти люди что-то видеть, что ты можешь за ним делать, это бесполезный рассказ, все равно видит и значит, то есть, это был такой вот очень важный момент, который касается просечения Иоанна, потому что для Иоанна, для Святой Земли, как сказано, для определенного уровня святости, чудо это совершенно нормальное явление, более того, если жизнь человека на Святой Земле не сопровождается какими-то удивительными явлениями, это неправильно, то есть, мы здесь, мы просто, мы боимся, мы не понимаем, что происходит, потому что это, это доходит до, как нам кажется, полного безумия, понимаете? Вот я звонил человеку, у него жена рожает, рожает в самой религиозной больнице, из всех религиозных больниц в городе Иерусалиме, я ему звонил, ну что у тебя, принимаю роды? Я говорю, что? Муж? Принимаю роды, как принимаю, это же она в больнице, да, она в больнице, но никого же нет. Я говорю, как, нет, это же религиозные больницы, да, ничего страшного. Они говорят, что с Божьей помощью все будет на нас, религиозные больницы. Так что, они все ушли? Понимаете, а там где-то ходят, а кто-то на Минку, кто-то на Минку пошел молиться, кто-то еще что-то, какая-то, то есть, все будет хорошо, а они сказали, что они придут. Я говорю, как это может быть? Это же смертельно опасность. Везде во всех книгах написано, что женщина начинает рожать на смертельно опасные вещи, надо немеренно все побежать, а-а-а, они как-то все лишние методы, все лишние занимаются. Вот такой вот. Ну да. Ну как? Если бы он лежал, то я бы посмотрел. Это не он сказал, это не чему сказал. Ведь это главный брат в больнице, ему сказал, что Бог все лишние занимается. Понимаете? Всевышний занимается. Всевышний занимается приемом рожда. И он ей говорит, дыши, 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 дыши. Он ей говорит, а-а-а, пишу, по ним единым решили, понимаете? Вот такое вот происходит. Она рожает, а они там где-то, все лишние за . То есть, это доходит до некоторого такого совершенно непонятного для нас отношения к детям. Потому что мы никогда такого не делаем, никогда на такое не пойдем. Но вот это отношение религиозных людей на святой земле, всякие деньги, это чудо, то, что ты вообще проживаешь, на какие деньги, откуда эти деньги берутся, как ты вообще свой штатист с концами, это тоже такой очень таинственный, мистический вопрос, как вообще ты живешь, на какие средства. И человек, который, скажем, здесь, если вот здесь человек жил в таком состоянии, как там, вообще не знает, что он людей послезавтра, может быть, иногда и даже завтра, это был бы полный безум, и везти-то нельзя. А там люди вообще абсолютно огромное количество людей живет так, что вообще непонятно, каким образом и на какие деньги, каким способом вообще не выживают. Десять детей семьи, как они вообще, непонятно. Тоже все вот такие деньги, естественно. А сам факт, что государство живет столько лет, разве не чудо? Знаете, этот вопрос, который вы не раз обсуждаете, он особенный. Ну а водку разливать вне, не пробовать вне все произвелить? Да ну и что. Я так понимаю, что рабы и свое вообще, а не то он лежал. Он лежал. Нет, ну вот, ну какая вот, он один раз остается в движении, например, на глазах у всей потрясенной публики был в 70-м, в 71-м году. Про остановить движение, ему нужно было мимо молиться. И он, все остановились, он дышал, встал за какой-то столб, и все гудят, и он говорит, да нет. То есть, вот это такой шикарный момент, все говорят, да нет. Он не может, он же не умеет, с французским языком, вы понимаете, это сложная ситуация. Он не может отпустить своего водителя и сказать, держай, держай, я сейчас помолюсь потом. Человек имеет право молиться в машине. По глухе он совершенно имеет полное право молиться в машине, а не дым. Потому что когда я еду, я по закону пошел кому-то, могу сидеть и молиться сидеть, никто мне не учет. Но это же, у него же Сидур был вот такой вот, написанный от руки, потому что нет таких Сидуров с таким количеством информации, которые... И вот он с этим вот, том своих намерений, пока он 20 минут эту нинху там, страшное дело, он должен был обязательно стоять. Только он вышел к этому столбу, потом он вернулся и поехал. То есть, всякие случаи, это просто уже современные дела, мы об этом очень хорошо знаем. Потому что есть куча людей, которые все это фиксировали, все это видели, но он просто всегда сам объяснял, что дело же не в этом, дело не в фокусах. Понятно, что фокусы могут показывать не только святые люди, и не только великие раввины, и есть те экстрасенсы, которые могут фокусы показывать. Он же не на том стоит, не на фокусах стоит. Тем более, поэтому он старался, чтобы эти фокусы не выпячивали. То есть, что вот, если есть проблема с доставкой водки, но не хватило водки на свадьбе, не дай водку. Ну вот он, он это делал специально. Не только когда хватало всего, и что это было богатое свадьбу, он никогда не заворачивал эту бутылку, не устраивал фокусы. Не в фокусах. Только тогда, когда все эти бедные люди, и не хватает водки, и все это, и чтобы не напрягать, он ходил с этой бутылкой разбирать. А водки всегда не хватает. Ну, это тоже правильно. На все. На все. Вот, что я рассказываю. Понимаете? Поэтому, действительно, на сегодняшний день, когда мы видим то, что происходит в этой главе, о переходе, она, наверное, очень интересная. Знаковая самая интересная вещь в этом во всем, это то, что здесь вот есть такая фраза, что рихо, рахо бейнэйка у бейнах, что должно быть пространство между вами и между ковчегом. То есть ковчег должен идти на две тысячи лаптей вперед, а вы не позже, чем две тысячи лаптей вперед. Значит, в чем здесь оказывается, я хочу узнать, что евреям предстоит захватывать едихон, на всякий случай, шаббат. Мы будем на эту тему разговаривать. Как это, шаббат? Почему он ушел? Какому-нибудь штурму города в Святой День? Почему на юге? В Святой День отсидеть дома, отдыхать, кушать вкусно. Почему все на юге пошли? Как это было? Вот этот вот момент мы будем разбирать обязательно, как раз в следующем главе, когда речь пойдет по захвату. Ну, я же узнал, что будет шаббат. И поэтому расстояние между ковчегом и народом не должно быть больше, чем две тысячи лаптей. Вы знаете, две тысячи лаптей – это так называемый фунт субботнего пространства, когда нету домов, когда это просто местность пустая, лес, поле. Больше, чем две тысячи лаптей в шаббат евреи пройки не могут. Ты имеешь 40 километров. Да. Так вот, больше этого километра ковчег не должен от вас отрываться. Почему? Потому что если вы будете больше, чем на расстоянии километра, вы до него дойти не сможете. Не будете иметь права подойти ковчегу. Поэтому мы должны быть на расстоянии субботнего пространства. Так он им сказал. И, наконец, вот это вот «между вами и между ним» написано «бейнав». Вот слово, которое написано в книге, оно как во вношенном числе не между вами и между ними простоя, а между вами и между ними написано. Это что такое? Кто там еще был, кроме ковчега? Что было два? Их было два. Два огромных ящика. Ну, огромных, больших. И они ехали вместе. Первый – это был ковчег, который были с лежатами. А кто был второй? Второй был гроб Йосифа, который был привезен из Египта, который путешествовал все сорок лет с евреев. Йосиф Ацайдин – любимый сын братца Якова. Человек, благодаря которому весь народ абсорбировался и питался в Египте. Человек, который устроил всю эту колоссальную прозвёрстку египсского государства и сохранил хлеб, его кости въезжали на святую землю вместе с ковчегом, его останками. Останки великого праведника и ковчега ехали в голову. Это очень глубокий символ, очень сложный, связанный с тем, прежде всего, конечно, что такое человеческая благодарность, что такое важность. Когда ты понимаешь, что за тобой стоят поколения людей, обязанных кому-то за что-то, обязанных своей жизнью самому. И вот тот человек, благодаря которому брестский народ смог выжить, то есть фактически семья Якова смогла выжить во время страшного голода, Йосиф, который всех как-то всё организовал, он был у останки. Это было первое, что пришло к Эрдору. Люди, которые не следят в его гроб, были первыми вместе с ковчегами, которые не следят в черд, которые ступили в Эрдору. Но это же тело, кости, это не душа. Да, конечно. Всё такое, оно тоже сохраняется, но нас убеждают, что это не душа, но это просто. Ой, нет, нет, я не убежал, что это просто. Во-первых, мы с вами знаем, что в первый год это точно, в первый год пока на двойничку отходит от тела этот столет. Но здесь ситуация эксклюзивная, кости не лежать в земле, они в движении. То есть, до какой-то степени можно сказать, я, знаете, за что тут был, зато я каббалею не очень опасное отношение, практически никакого. Поэтому так, просто рассказываешь, услышал, что душа человеку успокаивается, и кости помешаются в связи с ними практически все. Это тогда, когда останки находятся в одном месте, в земле лежат, и всё. То есть, их положили, и всё. Тогда, когда их никто никогда никуда не был. А они были специально ещё самим Иосифом. Прикавали, он сам просил, заклял еврею, чтобы его взяли с собой. Так это, можно сказать, что ему душа до последнего момента, пока в шхебе, на территории всей той земли, где он был обещан, его не похоронил, его душа до какой-то степени сохраняла им, естественно, связь. Потому что, потому как мы, в кавычках, не могла успокоиться. Потому что нету покоя, нету места, нету, скажем так, определенного, определенной точки, в которой находятся останки человека. Душа тоже не может в этот момент занять определенной положением. Что происходит, спрашивайте вы меня с останками людей, которые сейчас, потому что туда, перевозят с удалом местного друга. Мы с вами говорим, что это огромное нарушение закона. Во всех случаях, кроме очень редких. Остатки, ни в коем случае, не взять его, в теме, по этой причине. Потому что, вроде бы, уже все успокоилось, заняло свои места, двух раз начали делать. Когда это, да, возможно? Когда это считается, как будто ты не потревожил останки, как будто, то есть, как будто на это и был расчет. Тогда, когда это переносится в фамильный скреп, в фамильный надел, из какого-то чужого, например, случайно пришлось похоронить их на дорогах, или где-то на нееврейском кладбище, и потом переносит туда, которые вот рядом смотрят, там, жены или дружа, положили. Это допустим. Все зависит от обстоятельств. Я не говорю, никакой практической голодки сейчас, да, это должно быть понятно. Практическую голодку мы спрашиваем тогда, когда приходит в практические ситуации. Я говорю, теоретически. И, конечно, вероятно, все. Перенос встанок в святую землю, это, конечно, тоже вещь, которая стоит того, чтобы это сделать, потревожить, потому что на каждой день само состояние человеческих остаток вне святой земли и внутри святой земли, это совершенно разное состояние, в том числе и в душе тоже. То есть тогда, когда тревожим восстанком того, чтобы принести их на святую землю, это, нельзя сказать, что это митцва, нет такого митцва, но это очень помогает человеческой души. Очень возвышаем. Проходите, все спросите. Да, я хотел спросить, он же был безусловным цадиком, правильно? Ну, таким цадиком. До каких-то стихов его есть, он не должен был разложиться. У-у-у-у! Он не должен был разложиться. Но разложился. Во-первых, понятно, что никто укроп не вскровал. Поэтому то, что вы говорите, это вполне нормальные заявления. Вы просто поправляете, видите, о каких костях я говорю. Я говорю о тех костях, которые говорил он сам. Он скромно сформулировал так. Вы олицетиваться с моего сайта. Тем, чтобы вы везете кости мани с вами отцу. То есть он говорил о себе скромно, что он с ям большим цариком. Чистил, не считал. И вот он сказал, что вы мои кости заберите с тобой. Поэтому мы все говорим, отсмыслились кости и все. Что там внутри лежало в гробу, было свежее, чем молодое, как обычно, или, не дай бог, нефть, мы, естественно, не определяем. То есть, это закрытый гроб, который, как вы знаете, с трудом нашел, может, в обеих нефть, мы селим и скалом, нашел, в закрытом же состоянии взял, погрузил, и в закрытом же состоянии его похоронили. Возили, возили туда. А в Египте он тоже не был преданной земли? В Египте он был в этом гробе. И, значит, есть две версии, мне кажется. Основная и более известная версия, я почему не привык, говорит о том, что он был утоплен в Ниле вместе с гробом. То есть, закрытый гроб был положен на дно юки, для того, чтобы из него, из бедного Иосифа, не устроили долбокнос. Чтобы из него идола не сделали. Египтяне, которые вообще почитали, его чуть ли неизвестно за что, за кого принимали. Так что вы его не канализировали, местные товарищи, его спрятали просто коллектив старейших, его братья, а они его тело просто спрятали. И когда Машей пришел искать, он подошел к Нилу, как известно, с этим кубком, знаменитым кубком. Иосифа плынул в одну из пластинок, из этого кубка, там было 4 пластинки с изображением 4 фронта, изображение быка, потому что Иосиф называется шоу, животное, которое ассоциируется с огромной силой, пробивной силой. Так вот этот пластинку с изображением быка, он бросил в Нилу, и повторил с другими огласовками, переначал слова Якова, которые были сказаны о Йосифе, чтобы оно целое для Иосифа, я бы сказал, что девушки смотрели на стенах, то есть Яков сказал, вспоминая о Йосифе, он говорил, что девушки каратнулись на стенах, чтобы кто-то его убил. Такой бы красавец известный. А он сказал, не Алей Шур на стене, он сказал, Алей Шо, поднимись бык. Пишется абсолютно так, шифр, который Яков засунул в эту фразу, поднимись бык. Шур это бык? Шур, это стена, пошел в пластинку, да? Бросил пластинку, и гроб всплыл. Причем он не просто бросил пластинку, он заклял останки Йосифа, он сказал, что если ты идешь с нами, я тебя забираю. Если ты не идешь, у меня нет времени тебя искать, мы уезжаем, и вы свободны от твоего заклятия. И значит, таким образом всплыл этот гроб, он его забрал. То есть это основная лица. И никогда он не был в этой земле. То есть он лежал в этом гробу, потом он забрали, возили 40 лет, и после этого значит, покоронили нас на территории Субтитрии. Сама эта метапа, надо не очень хорошо подумать, вычитать, что там написано, то, что вот так вот залежал в убийстве народа, в этой земле. ковчег и останки правил. Ковчег и гроб Русик. Они вдвоем были рядом и заезжали. Это вот ковчег, который, конечно, как вы понимаете, никогда Юсиф в своей жизни не видел. Как же можно было отпускать вперед ковчег к Барбарам на территории, ожидая, что они будут воевать и могут его отобрать? Нет, нет. Это мы обсудим сейчас. Он и шел вперед. Они зашлили и в этот момент и отдал расступился. Там было 12 человек. То есть, ну, мы еще чуть-чуть подробнее технологию эту. Размешим, значит. Ну, сколько я была вот тут на ней? А? Ну, примерно столько же. Почему? Сколько, сколько? Сколько, сколько? Почему? Потому что там были эпидемии, там умирали 24 тысячи человек. Тогда умерло Шетин, потом еще сколько. Тогда погибло и восстанет порох. Ну, а еще 10 детей было, скажем. Очень много погибло и восстанет пороха. То есть, очень много погибло очень много. То есть, были Могифа был, был Морм в момент Золотого Тельца. То есть, много было случаев, когда за 40 метров не увеличилось сейчас. Практически совсем. Более так, очень много же умерло. Причем, умерло раньше, чем, может быть, должны. Потому что все поколение, которое должно было умереть, они в течение этих сроков. На все, как люди, три поколения живут. Поговорить это 20 лет. Почистить кукол. Численный состав таким не поменялся. То ли они натрали много, то ли какая-то еще ситуация сложная. Но, в общем, короче говоря, получилось так, что примерно столько, не осталось. потому что фактически была вторая перекись, вот это последний перекись, который вот это вот место соображения, касающихся трех код, с Божьей помощью мы в следующий раз обязательно продолжим. Я хочу в будущем циклом для того, как не выйти, что было.